Итак, курочка Трансформатора окончательно закрылась, и Рома обиделся на Диму и решил просто выйти из проекта. С вами Зенин Вячеслав, и в этом выпуске я расскажу подробно, как и почему это случилось. Как мне теперь быть? Я, наверное, буду первый человек, который самостоятельно захотел уйти с канала Трансформатор. Портнягин, я передаю вам образы правления с заведения Курочка. Итак, давайте разберемся, что случилось. Если кто еще не в курсе, Рома Куценко а-ля Курочка, а-ля Курьера Зазона окончательно обиделся на Димона а-ля Трансформатор, а-ля Поршнягин и много-много других имен за то, что тот сказал, что он очень мягкотелый. Рома, он дико несамостоятельный и очень мягкий для предпринимателя. Лично я считаю, что Рома здесь сделал очень большую стратегическую ошибку, так как из-за своей обиды он просто загасил свой бизнес, причем бизнес с такой огромной поддержкой, с такой медийной просто платформой. Например, выпуск на канале Трансформатор стоит порядка 2-3 миллионов. Блядская машина. И Рома получал практически вот эту маркетинговую поддержку, новые вливания в свой бизнес и мог получать просто регулярно, постоянно и держаться вот на этом хайпе. Рома из-за своего эго не смог его переступить, не смог простить этой обиды и, ну, мягко говоря, пожелал Диме удачи, сказал ему бай-бай. Чем дальше я буду заниматься, я буду решать сам. На данный момент, на этом история с курочкой закончилась. Я написал Роме и попросил его дать интервью, попросил пообщаться, рассказать о ситуации. Он сказал, что, опять же, ему это неинтересно, ему новый там хайп не нужен. То есть, Рома такой он очень сильно устал и вообще ему, по-моему, нахрен ничего не нужно, не нужна эта курочка и вообще. Что бы я хотел сказать по поводу этой ситуации? Троссоматор сначала говорит, что договор краткосрочный и за это пришлось курочке съехать. Но буквально через пару минут он уже говорит то, что на самом деле локация была не совсем подходящая и на премиальных рынках ставить такой бренд было очень глупо. Курочка как кость в горле. Да, мы облажались с местом. Локация была неправильная. Второе. Форматы этих современных рынков, они больше гастрономические. Это то, что классно заходит. И когда я начал изучать эти рынки более детально, я понял, что это про гурманов. В этом формате курочка, к сожалению, не билась. Мы зашли с простым продуктом. Ну то есть, он сам до конца не разобрался. В чем все-таки была проблема? Была локация неподходящая или их просто выгнали с места? Парак, а ты улучшишь свою жизнь? Все, мужик, готовься, все будет хорошо. Курочка закрылась. Конечно, то, что он не подписал долгосрочный договор аренды, это такая фатальная ошибка, которую в своем бизнесе, я считаю, не стоит допускать. Учитесь на чужих ошибках. Это реальный бизнес. Я, честно говоря, не понимаю, почему так произошло, почему Дима не смог посоветовать насчет долгосрочного договора аренды. Мы, например, в своих батутных центрах всегда заключаем только долгосрочный договор аренды, потому что мы знаем, что для нас окопаться в какой-то конкретной локации, это достаточно сложно и трудозатратно. Здесь хочу сказать немного слов в поддержку Трансформатора. Сейчас хейтеры сразу, конечно, накинутся в комментах. Нет, ты чего? Бизнес очень часто бывает провальный, это нужно понимать. Это первый Ромин бизнес. 90% предпринимателей такая хрень, что первый бизнес провальный, просто нужно делать, делать еще, накапливать этот опыт. Сейчас я четко понимаю, что опыт в первых бизнесах позволил мне раскачать там мой действующий бизнес. Без этого опыта я просто бы не смог ничего сделать, и он был сильно важен для меня. И многие еще начинают сразу хейтить трансформаторы за то, что как же так взял под свое крылышко куриное. Вот так вот строится бизнес. А в итоге ничего не получилось. Но нужно понимать, что он взял его как ментор, как наставник. И ментор и наставник не может 100% отвечать за успешность проекта. Это нормально. Это были Ромины риски, это были Ромины деньги, это были Ромины кредиты. И он должен был полностью осознавать весь риск, который он на себя берет. Не стоит перекладывать никогда на кого-то ответственность, что там мой ментор мудак, а я красавчик. Будет ли работать курочка, не знаю. Я считаю, это в корне вообще неправильная позиция. Поэтому трансформатор, на самом деле, помимо тех вливаний денег, там 3,5 миллиона, которые взял Рома, реклама на канале трансформатора для Ромы, там, если бы он ее покупал, например, это стоило бы там 7 миллионов. Просто космические деньги. Плюс у него сейчас раскачан у Рома инстаграм, у него там 80 тысяч подписчиков. И это ему практически там приносит за один пост или публикацию порядка 20 тысяч рублей. Согласитесь, нормальные деньги, особенно вообще, кто регионы нас смотрит. Нормальные же бабки, 20 тысяч за одну сториз рекламную. Охрененно же. Ну, пацан, успех ушел. Не получилось, не фортануло. Вот и я так думаю. Еще вот этих двух последних выпусков трансформатора меня очень прям бесило, как дохера реклама этих фургонов. Я еще в первом выпуске понял, что они заебаты. Зачем? Зачем так много рекламы? Просто я два выпуска смотрел, одно и то же на перемотке очень много. Я, вернее, понимаю зачем, потому что им дали бесплатно фургон, а они отгрузили им три выпуска рекламных. Как раз вот стоимость фургона 4,5 миллиона где-то так и получилось. Но, блин, как ее много. Так или иначе, решение по поводу курочки, это Ромино решение как взрослого, как осознанного человека. И он сам должен понимать, что, как и зачем это делает. Поэтому, я думаю, его решение стоит принять. А, думаю, будет честно, если Дима со своей стороны, как и заявлял, просто отдаст деньги, выкупит, по сути, все это оборудование, закроет его кредит и они, в принципе, с миром разойдутся. Все еще верю в Рома. Мне самому очень интересно посмотреть, как в дальнейшем будет развиваться эта история, чем она вообще закончится. И Рома, может быть, все-таки там сейчас одумается через неделю, вот этот вот куриный сериал продолжится. Все зависит от нас. И мы посмотрим новый сезон этого кукуриного сериала. Также я снимал два выпуска про курочку, даже три уже выпуска про курочку, поэтому я рекомендую тебе их посмотреть. В одном из выпусков я как раз брал интервью у Ромы, я его выловил просто в заведении и взял такое кратенькое интервью. Я думаю, оно будет для тебя интересно и очень полезно. В конечном итоге я считаю, что Рома сделал все-таки неправильное решение, что ушел из канала Трансформатору с учетом, что он получил. Он просто не понимает, какие вообще возможности есть на этом канале, потому что это огромные бабки, которые зарабатывает Диман. Вот это может не каждый. Огромный хайп, много зрителей, 500 миллионов просмотров. Это же очень круто. И осознанно просто отказаться от этого. Итак, друзья, на этом все. С вами был Зенин Вячеслав. Я надеюсь, что мои мысли были для тебя полезны. Не забывай обязательно, обязательно подписываться на мой канал. Буду снимать еще много-много интересных выпусков. Спасибо за просмотр. Ставь обязательно лайкос и в итоге посмотрим. Кто-нибудь ел сырую курицу? Вот курица Рома была очень сырая, как и эта. К сожалению. Не плюнь, да. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok